В повестке сегодняшнего заседания Совета первым значился вопрос о присвоении Галине Тигреевне Удовенко звания почетного гражданина города. Однако Айрида Друзь предложила этот вопрос отложить в связи со вчерашним инцидентом. Как выяснилось, во вторник, 30 мая, во время сольного концерта заслуженного артиста России Яна Осина, организованного в Висагиносе в рамках Дней русского языка и русской культуры, в отношении Галины Тигреевны Удовенко было начато административное разбирательство по статье «Распространение или демонстрация нацистских или коммунистических символов». Как сказал нам начальник отдела деятельности Висагинского комиссариата полиции Саулюс Клонгис, за это правонарушение предусмотрен штраф от 150 до 300 евро. Сейчас ведется следствие. Галина Тигреевна, сегодня все говорят об инциденте, в котором вы замешаны. Что это за история? Ну, вчера, после прошедшего с огромным успехом концерта заслуженного артиста России Яна Валерьевича Осина, меня в вестибюле зала драугиста встретила полиция. Их интересовали диски с песнями Яна Осина русскому солдату. На обложке диска был изображен орден Отечественной войны на фоне георгиевской ленточки. Посчитали, что это пропаганда недозволенных символов. Полиция 37 дисков конфисковала. Я подписала документ, что у меня эти диски забрали. Но я хочу сказать, что я вообще политикой не занимаюсь. Я занимаюсь русской культурой, чтобы наши соотечественники помнили свои корни, культуру, историю. И я никогда не думала, что изображение ордена Отечественной войны, который у нас помещен и на памятнике неизвестному солдату, является недозволенной символикой. Эти диски были предназначены для продажи, так? Ну, конечно, как всегда, артисты приезжают и всегда они распространяют свои диски. Но их еще никто не начал продавать? Нет, их не продавали. А как полиция узнала вообще об этих дисках? Ну, работники Центра культуры Висагинского сообщили в полиции об этих дисках, и полиция приехала. А правда, что сначала один человек из Центра культуры сфотографировал эти диски, потом отправил другому человеку, и уже тогда позвонили в полицию? Ну, вот я тоже такое слышала. Да. Достоверно сказать не могу, но версия такая, единственная такая версия существует. Вопросы присвоения Галине Удовенко звания почетного гражданина города из повестки не исключили, просто оставили его напоследок. Но, как пояснила уже в конце заседания юрист Неринга Ефимовеня, принимать решение сегодня нельзя. Ведется расследование, и если будет доказано, что Галиной Тигриевной совершено правонарушение, одобренное Советом решение о присвоении ей почетного звания придется аннулировать, поскольку человек, репутация которого небезупречна, носить это звание не может. Отложить вопрос до следующего заседания Совета административное разбирательство длится около 30 дней, согласились не все. Поэтому глава города предложила голосовать, переносить вопрос или нет. В итоге 10 членов Совета высказали за, 8 – против. Вы считаете себя виновной в том, что вы совершили административное правонарушение? Нет, не считаю. Сегодня из-за этого был отложен на месяц вопрос о присвоении вам звания почетного гражданина города. Как вы к этому относитесь? Безразлично. Вы уже устали от этой эпопеи? Это уже длится с конца прошлого года, поэтому... Вы знаете, мне кажется, люди больше устали, которые меня постоянно поддерживают. Вот они устали уже от этого. А для вас сейчас уже важно, присвоят вам звание или нет? Абсолютно не важно. Меня это совершенно не интересует. А вам важно, чтобы вас признали невиновной, чтобы вы не совершали никакого административного правонарушения? Ну, закон есть закон, пусть они рассматривают в рамках закона. Обидно? Может быть, и обидно. Вообще, очень много людей мне звонит, вот сейчас на улице встречает. Все меня поддерживают, сочувствуют. Я спрашиваю, сухари носить будете? Будем. Это важнее, чем звание. Да, это важнее. Да, поддержка людей. И когда меня полиция пригласила к машине, чтобы и продержала около машины, наверное, полчаса они сидят в машине, я стою около машины. Вот, и со мной, наверное, за мной, наверное, человек 20 пришло висагинцев, которые там и возмущались, и, ну, вообще, все меня поддерживали. Я очень ценю, я очень благодарна висагинцам за такую поддержку. Продолжение следует...